Костел Святой Анны Костел Святой Анны В 1501 году он был официально священ В 1502 году неожиданно рухнул костел Бернардинцев Он был расположен рядом, поблизости И после этого все монахи из этого костела, который рухнул, начали ходить в костел, который был рядом Проводить все богослужения Еженедельно его посещало большое количество людей Меценатом костела в то время был литовский князь Александр Экилончик Который жил в 15 веке И, как говорят про него, он был весьма ограниченных способностей Отличительными чертами характера Александра была расточительность и несамостоятельность в поступках Почти все его царствование было неблагополучно для государства по причине постоянных войн с соседями Ну, вот так написано в Википедии Вот что интересно, что до наших дней не дошло имя создателя этого культового сооружения Есть несколько версий Ну, первая версия, предположительно, это был Николай Энкингер Выходит из Данцига А по второй версии был Бенедикт Рейд, который работал у витебского князя Владислава Геллоуна Кстати, Бенедикт Рейд принадлежит авторству кафедрального собора в Праге Ну, вот эти две версии, ну, собственно говоря, не все равно, кто его спроектировал и построил Он действительно красив, просто красив Что еще можно сказать, что еще здесь написано в описании С этим костелом было много связано каких-то неприятностей Различные пожары, что-то обрушивалось и так далее Штукатурили стены Сначала был один кирпич, потом другой Но в результате вот мы имеем вот то, что имеем, как говорится Тут еще есть одна легенда, что в свое время, в 1812 году Естественно, вы помните, да Пришел тут как-то Наполеон Монапарт И этому Наполеону, ну, очень понравился этот костел Он очень переживал, что этот костел нельзя перевести полностью во Францию Ну, такая вот, понимаешь, агентная легенда Интерьер костела? Ну, что интерьер костела? Ничего такого особенного не представляет Стандартный интерьер костела готического Открывается храм в 10 часов и закрывается в 18 часов Все проповеди, все службы в костеле проводятся исключительно на литовском языке Ну, и в заключении хочу сказать, что на сегодняшний день этот костел по праву считается одним из главных культовых заведений католической Литвы Поэтому точно, когда вы будете в Литве, когда вы будете в Вильнюсе Вы мимо этого костела точно не пройдете Потому что он просто красив Я всем рекомендую Все, пока, всем привет, до свидания Показал я вам этот вот костел Святой Анной Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok